Все это мастер Кирпал Синг, который был очень мудрым, резюмировал на одной странице. Об этом было написано много книг. Святой Фома Аквинский написал книгу, которая считается одной из самых мудрых книг «Сумма теологии». Она содержит тысячи и тысячи страниц. Кирпал Синг все человеческое знание изложил на одной странице, на странице дневника. Если мы способны практиковать то, что написано в дневнике, то мы уже достигли высшей мудрости. Мы практикуем книгу книг, которая изложена на одной странице. Никто до него не мог сделать это. Сжать все знание таким чудесным образом. Регулярность в медитации и умеренная жизнь есть то, что приводит, наконец-то, в дом Отца. Мы были отправлены в ссылку далеко от дома, еще в самые древние времена. Однажды жила женщина, которая все время клеветала на других. Немало проблем ей это приносило, не только внутренних, но еще и в отношениях с людьми, потому что люди передавали другим то, что она говорила о них. Женщина решила посоветоваться с мудрецом. Она объяснила ему свою проблему. Я не могу контролировать свой язык. Клевета стала привычкой. Как только я открываю рот, говорю плохо о ком-то. Это приносит мне серьезные проблемы. Я прошу у вас совета. На что мудрец ответил ей. Возьми много камушков и положи их себе в карман. Женщина спросила, что мне делать с ними? У ней ответил. Каждый раз, когда ты скажешь что-то плохое о ком-то, положи один камушек в свою обувь. Таким образом, при ходьбе ты почувствуешь боль и поймешь, что такое клевета. Женщина последовала совету мудреца и через некоторое время полностью изменилась. Она культивировала только хорошие мысли, говорила только хорошие обо всех. Когда она смотрела на человека, она пыталась увидеть только его хорошие качества, а не дефекты. Если мы поступим таким же образом, то почувствуем себя лучше и другие тоже. Ведь они получат от нас хорошие мысли. мысли очень сильны. Они направлены прямо к цели. Мысли являются основой всего того, что происходит в этом мире. 2600 лет назад Будда говорил, что мир создан из мыслей. Но люди его не понимали. Как это так, мир создан из мыслей? Ведь мир — это что-то материальное. Это мир действий. Кирпал Синг говорил, «Как ты думаешь, таким и становишься». Есть одна основная истина, которая дошла до нас с незапамятных времён. «Дело в том, что умы людей похожи на радиопередатчики. Ведь они постоянно отправляют мысли-волны, которые в свою очередь распространяются по космосу. результат мыслей — это слова, которые далее проявляют себя в действиях. И это то, что у них каждый раз, месси думают, которая говорит, что каждый раз, и слова, которые потом сделают выключение. И психи же подумают, Все они пролкнутся, они продадутся, Мысли семи миллиардов человек, которые думают, обуславливают качество этого мира. Мастера подумали об одном. Все их ученики по всему миру в определенный момент должны медитировать и думать о хороших делах. Таким образом, были достигнуты определенные результаты там, где все эти люди медитировали. Но наилучшего результата можно достичь, думая положительно, постоянно. Как можно думать, всегда положительно. Святой Франциск говорил, не оставляйте вашу бочку пустой. В противном случае в ней поселится дьявол. Что это означает? Нужно постоянно вспоминать Мастера, вспоминать Бога. И тогда ваши мысли будут чистыми, возвышенными, созидательными, полными гармонии, радости, любви. Когда вы чем-то заняты, не оставляйте вашу ум без контроля. Концентрируйтесь на том, что вы делаете. Как если бы вы выполнили поклонение, говорил Вивекананда. Ваше занятие в каждый момент — это ваша медитация. Если вы полностью сосредоточены, ваше занятие принесет чудесные плоды, и ваш ум будет заряжаться. А если вы, напротив, оставляете ваш ум блуждать повсюду, то он подобен необузданной лошади. Кроме того, что вы будете чувствовать тяжесть выполняемой работы, вы почувствуете еще и тяжесть мыслей, которые потребляют огромное количество энергии. Продолжение следует...